Пламенный Горячий, привет! И горячий звучит как-то стрёмно, с привкусом пороха. Вот полякам, например, мы сейчас можем передать и горячий, и пламенный. Они всё правильно поймут и не обидятся. А вам сложнее, сложнее. Идиотизм какой-то получается, господа. Причём идиотизм, замешанный на радиоактивной пыли имени амстердамского Киселёва. Поэтому давайте просто здравствуйте, наши братья и сёстры по оружию. А оружие, между прочим, у нас сейчас с вами тоже практически одинаковое, произведённое в большинстве своём на одних и тех же заводах. У нас наконец-то появился счастливый повод для новой увлекательной войнушки, без которой мы не можем ощутить никакого смысла в своём пребывании на этой бренной земле. Что или кто заставляет нас в очередной раз возгореть желанием вцепиться друг другу в глотки? Давайте попробуем взглянуть на данную проблему с несколько неожиданной стороны. Мы начинаем. Мы находимся на центральном плацу главного военного госпиталя Министерства обороны Украины. Комплекс этих уникальных сооружений начал строиться ещё в далёком 1755 году с подачи местного губернатора. Всё здесь выглядит в лучших традициях зомбической прусской армии. Ать-два, ать-два, левой-правой, сено, солома. Пушечное солдатское мясо, выращенное в рабском крепостническом обществе, ни в грош не ставилось. Как почем часто и сейчас. Бабы и шона рожают. НАТОвское командование при планировании той или иной военной операции всегда исходит из количества возможных потерь в живой силе, что несёт за собой чисто финансовую нагрузку на их армии. Потому что семьи каждого погибшего на поле боя НАТОвца должны обеспечиваться солидным денежным содержанием, вплоть до совершеннолетия оставшихся без отцов детей. Понятное дело, что в наших постсоветских армиях, перенявших лучший опыт царской имперской армии, о подобных казусах при планировании боевых операций никто даже думать не будет. Ибо в наших с вами армиях, дорогие россияне, другая доктрина. У нас в качестве компенсации за погибшего отца вам пришлют лишь похоронку. И всё. А дальше ваши проблемы, дорогие вдовы и сироты. Рожайте и шо. Так случилось, что у этих украинцев, поражённых бандеровщиной, вдруг появилась небесная сотня. Настоящие герои, которые шли под пули, имея из оружия лишь палки и деревянные щиты. На место их гибели эти дикие киевляне, требующие как бы защиты от самого Путина, постоянно несут цветы, а священники всех конфессий проводят тут соответствующие траурные ритуалы. Судя по всему, вам, дорогие россияне, захотелось тоже получить свою небесную, но не сотню. А согласно масштабам настоящего имперского мышления, вам подавай даже небесную тысячу. Вам подавай только небесный миллион. Потому что сотня – это как-то несерьёзно. Это для каких-то малоросов. А великороссы должны исчислять своих павших за правое дело героев только миллионами. И что самое интересное, по результату, в конце концов, побеждённые всегда почему-то живут потом лучше, чем непосредственно сами победители. Хотя я понимаю, это не важно. Ведь мы любим войну, только на ней мы можем себя почувствовать по-настоящему недаром рождёнными. А это практически невозможно в обычной, мирной, мотивом скучной, созидательной жизни. Человечество пока не научилось жить без такого зверя, как армия. Любая армия, чтобы сохранить свою боеспособность, должна постоянно принимать участие в каких-нибудь хотя бы локальных войнах. Таким образом взращиваются военные кадры, реально понюхавшие пороху и почувствовавшие вкус человечины на зубах. Так, приручили слегка зверя, тогда выпускаете его на настоящую охоту, иначе он начнёт кидаться на хозяина. А какой здравомыслящий хозяин без признаков параноидального садизма будет держать дома хищного зверя? Да перестаньте, все держат. На планете на данный момент нет такой страны, которая бы не мечтала иметь мощную, сильную армию и свою маленькую, но ядрёную ядерную боеголовку. К сожалению, на данный момент мы такие. И особо меняться не спешим. Я занимался классификацией биологических видов и пришёл к выводу, что вы не млекопитающие. Чтобы выжить, вам приходится захватывать всё новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете какой? Вирус. Человечество — это болезнь. Раковая опухоль планеты. А мы — лекарства. Это так называемый косой капонир на территории Киевского военного госпиталя. Построенный ещё в 1844 году и использовался в качестве политической тюрьмы особо строгого режима, где сидели всякие бандеровцы, посмевшие восстать против власти и деспотии царского режима. Так это сооружение выглядит с другой стороны. Тут сидели и участники польского восстания 1863 года, и революционеры, которые пытались сделать первую русскую революцию 1905 года. Сидел даже убийца Столыпина, Багров. И... One moment. Для вас, дорогие ленинцы, уникальная информация. Здесь сидел, в ожидании приговора, даже брат Владимира Ильича Ленина — Дмитрий. И что самое интересное, что рядом с этим сооружением, уникальным по своей энергетике, сегодня люди неплохо проводят время, развлекаясь вот на этом, уже на весь мир, известном киевском олимпийском стадионе. Этот памятный знак напротив капонира установлен не так давно в память о расстрелянных тут участниках польского восстания 1863 года, охватившего тогда значительную территорию Польши, теперешней Белоруссии и Волыни. Революционеры от российского царя требовали демократических свобод. Перед вами вторая расстрельная стена рядом с косым капониром. Следы от пуль здесь так никто и не прибрал. Это же музей. Возле этой стены нашли свою смерть многие революционеры. Вот одна из табличек мемориальных, которая рассказывает нам о том, что тут в 1907-1907 году за выроком військового суду были расстреляны и похованы солдаты 21-го саперного батальона. Активные участники Збройного революционного повстания. Потом их останки нашли под этой стеной и перезахоронили вот здесь. Здесь они лежат, на этих мемориальных плитах. Вы можете увидеть их имена и фамилии. Им всем по 20-25 лет максимум. Русские фамилии, украинские. Эти ребята требовали гражданских свобод на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, чего царь допустить ну никак не мог. Перед вами вторая расстрельная стена рядом с косым капониром. Следы от пуль здесь так никто и не прибрал. Это же музей. Возле этой стены нашли свою смерть многие революционеры. Вот одна из табличек мемориальных, которая рассказывает нам о том, что тут в 1907-1907 году за выроком військового суду были расстреляны и похованы солдаты 21-го саперного батальона. Активные участники Збройного революционного повстания. Потом их останки нашли под этой стеной и перезахоронили вот здесь. Здесь они лежат, на этих мемориальных плитах. Вы можете увидеть их имена и фамилии. Им всем по 20-25 лет максимум. Русские фамилии, украинские. Эти ребята требовали гражданских свобод на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, чего царь допустить ну никак не мог. Мы катастрофически не умеем договариваться и в каждом своем оппоненте видим только врага достойного самого жестокого физического уничтожения. Мы почему-то без конца и края ходим по какому-то заколдованному историческому кругу, наступая на одни и те же грабли, поливая свою землю-матушку кровью героев. И каждая новая вспышка патриотического угара рождает почему-то только трупы. И вот опять Крым. А ведь это уже когда-то было. Мало упоминаемая в учебниках по истории так называемая Крымская война 1853-56 годов. Война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму. Причиной войны было желание царя Николая I помочь православным народам Османской империи бороться за свои права. Да, официальный повод для той Крымской войны и для нас, теперешних, почему-то кажется до боли знакомым и банальным, до неприличия. Опять помочь православным братушкам в далеких землях. Правда, в результате этой помощи многие из этих братушек легли в сырую землю. Но это уже нюансы. В 1856 году закончилась эта Крымская война. А в 1861 было отменено крепостничество. В 1905 состоялась Первая русская революция. В 1908 всю империю потрясло неизвестное Тунгусское тело. Затем Первая мировая и, наконец, 1917. Со всеми вытекающими из него последствиями как для самой империи, так и для царской семьи. 15 февраля 2013 года, примерно в 9 часов 20 минут по местному времени, в небе над окрестностями Челябинска появилось неопознанное до сегодняшнего дня тело. которое якобы разрушилось со взрывом на большой высоте вследствие столкновения с атмосферой земли. Мощность взрыва была поражающей воображение любого землянина. Императорского главного министра Столыпина убили в Киеве. Его убийца сидел здесь. К чему мы ведем? По всем признакам получается так, что главной целью Майдана был не Янукович, а именно теперешняя Российская империя, для которой ввязывание в очередную крымскую эпопею грозит катастрофическими изменениями. Какими? Ну, например, отменой все того же, но слегка модифицированного крепостного права. Просто сейчас все процессы происходят намного быстрее. Люди склонны обвинять в организации всех своих страданий, типа нескончаемых войн, разного рода закулисных делков, приписывая им воистину демонические свойства и способности. Это все проклятые Ротшильды и Рокфеллеры вместе с масонами и сатанистами не дают нам спокойно жить и припевать, ввергая нас в постоянные конфликты, зарабатывая на наших жизнях свои грязные миллиарды. Очень сложно избавиться от ощущения, что кто-то очень умный стоит за всеми нам известными политиками и дергает их за невидимые ниточки. Хотя люди, сотворившие себе царя в голове, свято веруют в непогрешимое богоподобное величие какого-нибудь новоявленного императора или президента, выше которого никого среди живущих быть не может. Так называемая Виндзорская династия британской королевской семьи на самом деле стала так называться лишь с 1917 года, когда английский король Георг V в условиях Первой мировой войны принял решение избавиться от настоящего немецкого названия своей династии. А были они Саксен-Гобург-Готами, династии дома Веттинов, который безраздельно господствовал более 800 лет в среденемецком пространстве. Имена его представителей навсегда вписаны в историю Саксонии, то есть они были и остаются немцами. Вы можете себе представить, каким объемом достоверной информации о мире и о людях как таковых владеет эта семья? Умело сотворившая в умах простых людей иллюзию о своем символическом и практически бутафорском значении для современной Британии. Но английская королева на самом деле имеет всю полноту власти, вплоть до распуска парламента. Просто Виндзоры никогда к этой своей возможности не прибегали, что еще раз говорит о мудрости правления. Настоящая власть, она всегда незаметна и ненавязчива. Российская царская династия Романовых находилась в непосредственных близкородственных связях с английской королевской семьей. Так Николай II доводился к кузенам, то есть двоюродным братам, английскому королю Георгу V. Они вместе часто фотографировались, любили одинаково одеваться, своим поразительным сходством сбивая с толку окружение. Романовы, будучи ближайшими родственниками английской королевской семьи, безразрывно правящей почти 900 лет, контролировали в свою очередь так называемую Российскую империю. И контроль этот длился минимум 300 лет при тесном сотрудничестве с английскими родственниками. Был еще один интересный братец у Николая II и английского короля Георга V. Вильгельм II. Германский император, зачинщик Первой мировой войны. Его матерью была Виктория Аделаида Мария Луиза, королевская принцесса Великобритании. Во время Первой мировой Вильгельм воевал с Англией, на престоле которой находился его двоюродный брат Георг V, он же кузен Николая II. После отречения от престола в 1918 году Вильгельм был объявлен военным преступником. Но это не помешало ему переехать в Нидерланды, где император тихо умер в 1941 году. Вы понимаете, о чем мы? Вильгельм, будучи зачинателем Первой мировой войны, где он воевал против своих братьев, английского Георга V и российского Николая II, на самом деле прожил до глубокой старости и умер 82-летним старцем в 1941 году. Поэтому вопрос самоубийства Гитлера или расстрела семьи Николая II является предметом веры, а не знания. Нет тела, нет дела, как говорят милицейские исследователи. Эти люди просто пропали без вести, исчезли. Куда, спросите вы? Но учитывая то, что королевская британская семья за 900 лет ни разу не давала возможности холопам убить кого-нибудь из своих членов, то на эту тему можно фантазировать сколь угодно долго. Действующий сегодня японский император Акихита принадлежит к самой древней на планете правящей династии. Их род безразрывно контролировал японские острова в течение двух с половиной тысяч лет. Его отец, император Хирохита, правил страной во время Второй мировой войны, после поражения в которой не был свержен или казнен американцами, а сохранил титул и влияние, спокойно дожив до старости. Умер он в 1989 году. Сложно даже себе представить, о чем этот дедушка мог бы поведать в своих настоящих мемуарах. Вот скажи мне, ты считаешь себя умным? Ну раз смотришь нашу программу, точно умный. А теперь представь, что это ты. Лежишь и смотришь нашу программу. Но у тебя, у умного человека наверняка в окружении есть кто-то, кого ты считаешь значительно умнее себя. Это он, твой авторитет. Но у него, у этого умника, обязательно есть тот, кого он считает значительно развитием себя. Это он. Здесь ты, здесь этот умник. Ты о нем можешь ничего не знать. И эта пирамида развития интеллектуальных способностей, она бесконечна. И вершина ее находится явно не на земле. Поэтому водружать сюда, на вершину этой интеллектуальной пирамиды, какого-нибудь Путина, или Обаму, или даже английскую королеву, это верх безрассудства. Вот символ этой иерархии. Та самая пирамида с усеченной вершиной. К примеру, на долларе. Египетские пирамиды тоже без вершин. А что было на их месте, остается тайной по сегодняшний день. И что же мы имеем? Одна шестая часть суши планеты Земля, то есть та самая бывшая Российская империя, находясь под контролем именно британской королевской семьи через их родственников Романовых, столетиями оставалась одной из самых отсталых в интеллектуальном плане территорий. С народами, которые очень сложно шли сознательно на какой-то духовный или интеллектуальный прогресс, предпочитая веками оставаться в разных формах рабства, возлагая ответственности за свои жизни, на власть и обязательно всемогущую и карающую власть. Демонстрации сторонников федерализма или даже сепаратизма в восточных регионах Украины практически всегда проходили с активным использованием именно советской символики и атрибутов СССР. На самом деле эти наши соотечественники по каким-то причинам хотят не в Россию, они хотят назад, в прошлое, в ту страну, которой нет и уже никогда не будет, в СССР. Кто бы там что ни говорил, но мы, украинцы, тоже являемся жителями этой территории. Вокруг нас все, что есть, создано умом, к сожалению, не нашим. От унитаза импортного до телефона китайского, сделанного по технологиям американским. Я уже не говорю про одежду или автотранспорт. Может, с нами что-то не так генетически? Вы видите сравнительные фотографии одних и тех же мест в разных российских городах, сделанные в 1911 и 2011 годах. Соответственно, бросается в глаза значительное отсутствие крупной растительности в прошлом по сравнению с нашим временем. А это уже Киев конца 19 века. Видно памятник Владимиру. Обратите внимание на практически голые киевские холмы, где сегодня активно произрастают густые рощи. На Владимирском спуске гора Уздыхальница тогда была тоже голой и больше похожей на вертолетную площадку. Киевский университет 100 лет назад стоял практически в степи, окруженной молодыми деревцами. Взгляните на холмы под Михайловским собором. Они тоже были лысыми. Владимирский собор тогда и сегодня. Почувствуйте разницу. Левый берег Киева представлял тогда собой просто сплошное болото. Сибирская тайга высажена согласно верстовой квартальной сетке гигантских размеров, которую можно оценить только из космоса. Вот так выглядят почему-то незаросшие тысячекилометровые таежные просеки, вгоняющие в ступор современных лесников. Удивляет то, что возраст деревьев тайги не более 200 лет, хотя обычная сосна может жить до 600. Есть все основания считать, что на наших территориях не так давно произошел некий глобальный катаклизм, отбросивший в своем развитии местные племена до уровня первобытных неандертальцев. Европу же зацепило меньше. Более того, данное загадочное событие изменило саму сущность наших предков на генетическом уровне. Королевским линиям Европы не оставалось ничего другого, как создать нужные, правильные условия для содержания нас. Сначала за деревянным, потом за каменным забором, а потом за железным занавесом. И даже многолетнее промывание мозгов голливудскими продвинутыми фильмами не дало для многих никакого результата, кроме съеденных центнеров попкорна. Существовать значит быть воспринятым. А значит, познать себя единственно возможно через глаза другого. Природа наших бессмертных жизней заключена в последствиях наших слов и деяний, которые разлетаются волнами, отражаясь в вечности. Мы не хозяева своих жизней. От рождения до смерти мы связаны с другими. Прошлым и настоящим. И каждый наш проступок, как и каждое доброе дело, рождает наше будущее. Нас, имперско-советских, медленно и уверенно ведут по пути прогресса. Но мы агрессивны. Категорически отказываемся от какой-либо толерантности, а терпимость воспринимаем как слабость. Мы генетические гопники. В свою очередь, европейская цивилизация откусывает нас по частям. В зависимости от степени нашей готовности. Сейчас мы, хохлы, присутствуем на своем выпускном балу. Выпуститься всем одновременно дружно в мир Запада не получится. Мы местами неоднородны. Поэтому некоторые территории, судя по всему, придется оставить еще в той романовской России до их дальнейшего созревания. Будем рады ошибиться. В прошлой программе мы нежно зацепили тему убогого первого национального канала украинского телевидения, позорящего страну за наши же с вами деньги. И вот через несколько дней после выхода программы народ Украины узнал, что на УТ-1 назначили нового президента. В свою очередь, хотелось бы напомнить всем заинтересованным лицам о том, что в этой стране есть еще не менее архаичное национальное радио, вещающее на нескольких частотах и доступное людям только через брехунец, то есть радиоточку. Бабушки из Брехунца по селам узнают только точное время. А весь остальной шлак от национального радио они тоже слушать не могут. Но ведь на его содержание выделяется ежегодно из бюджета страны десятки миллионов гривен. Эй, господа, младореформаторы, возможно, есть смысл подчистить и эти авгиевы конюшни. А то смердит с совковым нафталином на всех частотах. До наступного коннекта.